Индекс Кассе продолжил снижение четвертой сессии подряд, однако темпы падения снижаются. По итогам сегодняшних торгов казахстанский индекс голубых фишек снизился на 0,29% до 2254 пунктов. В минусе закрылись пять компонентов индекса из семи. Наибольшее снижение продемонстрировали акции Казахтелеком, которые сегодня снизились в цене на 2,75% до 31 801 тенге. Акции компании, не сумев закрепившись выше уровня 34 000 тенге, устремились вниз. В пятницу Казахтелеком сообщил об изменении состава его акционеров, владеющих 10 и более процентами акций. Новым крупным акционером стала компания «Нерезидент», зарегистрированная в Люксембурге. Skyline Investments Company. Появление нового крупного акционера, возможно, может объяснить значительные объемы торгов с акциями в период с 13 по 27 июля текущего года. Акции Казминерал впервые выросли после решения о приобретении баймского месторождения. Рост составил более 2,5%. Акции поднялись в цене до 2850 тенге. Тем не менее, рост проходит на убывающем объеме. Похоже, что инвесторы пока не спешат скупать подешевевшие акции. Сегодня на косе местный исполнительный орган Павлодарской области с целью финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных программ привлек на косе полмиллиарда тенге. Срок выпуска облигаций составляет 2 года. Краткосрочные ставки на рынке денег незначительно снизились. Доходность операции РИПО с государственными ценными бумагами сроком на один день упала на 3 базисных пункта до 8,12% годовых. Доходность однодневных своп-операций с долларом США снизилась на 1 базисный пункт, достигнув отметки 7,92% годовых. Сегодня Национальный банк вне биржи разместил 7-дневные ноты по привычной ставке 8,10% годовых. Объем размещения достиг 230 млрд тенге. Спрос на краткосрочные инструменты был удовлетворен полностью. Средизвешенный курс доллара США вырос сегодня на 2 тенге до 348 тенге 82 тенге. Объем торгов по сравнению со вчерашним днем вырос на 71% и достиг 130 млн долларов США. Курс валютной пары доллар-тенге сегодня продемонстрировал небольшое изменение. Поддержку отечественной валюте оказало укрепление рубля по отношению к доллару, а также рост цен на нефть. К моменту закрытия валютной секции на кассе бренд дорожает более чем на 1%. Средизвешенный курс рубля снизился на 1 тенге, составив 5 тенге 49 тенге. Объем торгов вырос до 28,5 млн рублей. Курс единой европейской валюты по итогам торгов на дневной сессии снизился на 46 тенге до 402 тенге 90 тенг при объеме сделок 200 тысяч евро. Курс юаня упал на 27 тенг, остановившись на отметке 50 тенге 75 тенг. Объем торгов по итогам утренней сессии составил 200 тысяч юаней. Это была программа «В курсе». Увидимся с вами после следующей торговой сессии. Продолжение следует...